Вакцинация в Казанском университете продолжается. Андреевские чтения в Институте психологии и образования Казанского университета. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел заседание круглого стола по вопросу создания карбонового полигона. В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра республики Татарстан Лейла Фазлеева, генеральный директор ТАТ «Нефтехиминвестхолдинг» Рафинат Ярулин, член экспертного совета премьенобранауки РФ по карбоновым полигонам Алексей Елисеев. На встрече было принято решение создать постоянно действующие площадки в Раивском участке Волжско-Камского заповедника, в Национальном парке Нижняя Кама и Юго-Восточной экономической зоне Татарстана. Два участка из тех, которые здесь были показаны, они сегодня находятся в собственности Казанского федерального университета и совсем не так сложно и по стоимости обеспечить их необходимыми мониторингами оборудования. Напомним, что центром ответственности по созданию карбонового полигона в республике было принято решение определить Казанский университет во время рабочего визита в столицу Татарстана вице-председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. В Казанском университете продолжается вакцинация против COVID-19. Все подробности далее. На этот раз прививку сделали студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, а также Института геологии и нефтегазовых технологий. Вместе с ними пришли на вакцинацию и преподаватели. У меня есть знакомые, в том числе биологи, микробиологи, конечно, с ними консультировался и обнаружил, что они уже привились, пока я размышлял. Я прошел процедуру вот около 20 минут назад, пока чувствую себя нормально. Так как и на третьем курсе мы будем проходить производственную практику, многие компании требуют прививку, чтобы обезопасить как своих сотрудников, так и нас. Я чувствую себя хорошо, все отлично, уверен, так дальше и будет. Напомним, что прививку может сделать любой желающий, за некоторыми исключениями. К противопоказаниям относятся возраст до 18 лет, беременность, наличие симптомов острых респираторных заболеваний. Самое главное, чтобы человек не болел ковидом в этом сезоне и, если издавал антитела, чтобы не было высоких антител. Перед началом вакцинации проходит осмотр врача. Пациенту необходимо повторно прийти спустя 21 день после введения первого компонента вакцины «Спутник Ви». Сделать прививку можно в университетской клинике Казанского университета по адресу Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-30-00. Диана Шленкова, Фаридзе Хитоглы, Универньюс. В Институте психологии и образования Казанского университета состоялось пленарное заседание «Андреевские чтения». Современные концепции и технологии творческого саморазвития личности. Все подробности в следующем сюжете. Андреевские чтения — это знаковое событие для последователей школы Валентина Андреева, которые поддерживают и развивают предложенные им идеи. Андреевские чтения проводятся уже шестой год, а сама конференция — с конца 1980-х годов. Идейным вдохновителем стал сам Валентин Андреев. Когда профессора не стало, организацией проведением конференции стали заниматься его ученики. Валентин Иванович — мой научный руководитель. Я защищала кандидатскую работу под его руководством. Это мой научный папа, можно так сказать. Поэтому я очень трогательно отношусь к этому мероприятию. В этом году особенность более широкого интереса научного сообщества не только педагогов по образованию, кандидатов и докторов педагогических наук, но и сотрудников физико-технических, философских наук и других. Так реализуется популярный междисциплинарный подход, в котором выступающие делятся своим мнением по поводу слободневных проблем, в том числе и цифрифизации современного образования. В этом году у нас гости из МГУ, гости из Южного федерального университета, Дальневосточного федерального университета, которые так или иначе строили свою научную деятельность на основе вот этих идей. И об этом ярко говорят их выступления и доклады. На мероприятии была и Фаина Раднер с Валентином Андреевым. Ее связывают много лет сотрудничества, общения и дружбы. Мы храм науки и культуры. И вот в этом храме науки и культуры в университете мы преподаем. Это наши общие мысли с Валентином Ивановичем Андреевым. Поэтому его идеи продолжают развиваться и будут развиваться всегда. Во второй день работы научно-практической конференции для студентов магистратуры и аспирантов пройдут подием дискуссии о продвижении научных идей в глобальном цифровом пространстве. Дискуссионный воркшоп обучения саморазвития в цифровом мире, где молодые ученые обсудят стратегию конкурентоспособности современного образования. Энджеми Небаева, Фарид Захидуглы, Универньюз. 24 марта ректор Казанского университета Ильшат Гафуру в режиме онлайн-формата принял участие в очередном заседании президиума в Академии наук Республики Татарстан, где были рассмотрены особенности перехода к низкоуглеродной модели развития экономики и многие другие вопросы. Придуманная в 2008 году Всероссийская олимпиада по математике имени Леонардо Эйлера для восьмиклассников была отменена в 2009 году по распоряжению Центрального оргкомитета. Всероссийское жюри и сообщество людей, которые работают с детьми, возмутилась и решила, что восьмиклассники все же заслуживают олимпиады высокого уровня. Первый день одной из таких олимпиад прошел и в IT-лицее Казанского университета. Подробности в следующем сюжете. Олимпиада проводится уже 13-й раз. Сейчас она общепризнана и проходила в 82 регионах России из 85. В IT-лицее на заключительном этапе участвовали 72 школьника. Создатели олимпиады сами придумали регламент, их система оценивания отличается от других. Например, мы не шифруем работы здесь, а в Москве шифруют, потому что там это необходимо, там могут разгореться страсти. Здесь не могут. У нас несколько каналов для попадания на финал, в отличие от в Сиросы, где только один канал. Чтобы попасть на финал, надо набрать высокий балл на региональном этапе. Ребята не остались без подготовки. Были организованы специальные занятия. Иногородние школьники ездили в лагеря во время каникул на сборы, где у них проходили уроки. Сама олимпиада проходила по регламенту. Четыре часа. По окончании некоторые из участников поделились своими впечатлениями. Моя не первая олимпиада, я участвовал уже в прошлом году. По ощущениям я написал неплохо, но я считаю, можно было лучше. Как ты готовился? У нас в городе проходили сборы длиной в неделю. Мы сидели по три-четыре часа и решали задачи. Я уже достаточно давно занимаюсь математикой, с пятого класса, именно олимпиадой. Мне очень даже понравилось, наверное. Было очень интересно решать задачи. Также условия очень комфортные. Олимпиада будет идти до 26 марта. До этого члены жюри должны будут проверить все работы. Они будут оцениваться по 7-бальной международной шкале. В 12.00 в последний день будет показ их работ и подведение итогов. Алина Камалюдинова, Анна Мартынова, Виолетта Басова и Универньюз. Научно-клинический центр претезионной и регенеративной медицины Казанского университета продолжает сотрудничество с Российским благотворительным фондом. Подробности далее. С 2017 года научно-клинический центр помогает детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. Одним из первых совместных проектов с Росфондом стало внедрение технологии для выявления потенциальных доноров костного мозга и включения их данных в базу Российского национального регистра. Создан привозкий регистр доноров, в котором более 40 тысяч уже добровольцев, оттипированных, кто говорит, что я готов, если подойдет по генотипу моя кровь для трансплантации. Теперь научно-клинический центр проводит реабилитацию детей с неврологическими нарушениями. Этой зимой при информационной поддержке Универ ТВ Росфонд завершил сбор средств для Ромы и Карины. Дети восстанавливают здоровье по индивидуальной программе, не подвергаясь нагрузке из-за переезда в другую страну. Раньше Росфонд на реабилитацию детей отправлял в Испанию. Там есть такая очень известная реабилитационная клиника. Но поскольку сейчас закрыты границы, то мы рассмотрели возможность. У нас создан хороший реабилитационный центр. Я имею в виду чистотехнические возможности этого центра на Волково, в новше-клиническом центре. И поэтому сейчас на базе этого новше-клинического центра Росфонд выступает с инициативой, что там будет проходить реабилитация тех детей, которые раньше отправлялись в Испанию. Планируется, что научно-клинический центр будет и дальше развивать это направление. Ариадна Кугушева, Универ Ньюс. Молодые учителя Елабужского района приняли участие в программе по повышению квалификации развития лидерского потенциала педагога. Данная программа была разработана специалистами Елабужского института КФУ. Обучение проходило в течение трех дней на базе оздоровительного лагеря «Буревестник». Здесь молодые педагоги, совсем недавно начавшие свою карьеру, смогли проявить свои лучшие профессиональные качества. И поставить перед собой новые цели в личностном развитии. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!